Я слышу всё, что думают женщины. Да. Ну что ж, мистер Маршал, я не занимаюсь нарушениями, связанными с воображением. Но у меня есть подруга. Она у себя в госпитале, специализируется на проблемах мужского климакса и недостатка тестостерона. Она замечательная. Я ей сейчас позвоню, и вы к ней съездите. Зачем я открыла дверь? Только собралась купить через интернет лампу. И много они просят. За что много просят? За лампу, конечно. О, ясно. Здорово. Вы находчивы. Доктор Сколинг, пожалуйста. Хорошо, вы мне не верите. Попробуем иначе. Выберите число какое угодно, любое. Хорошо. От единицы до... До миллиона. Смелей. До миллиона? Хорошо. Ага. Шестьсот сорок четыре тысячи девяносто девять девять девяносто. Что вы теперь скажете? О, боже. О, скажите это еще раз. Но я молчала. Но это не значит, что я не слышал. Ну, хорошо. Хорошо. Что если я вам верю? Так. Что вы читаете женские мысли, несмотря на то, что мне пятьдесят один. Сорок семь лет. Я вас не выдам. Черт побери! Простите. Ничего. Это феноменально. Да. Вы читаете все мои мысли. Да. Почему вы хотите избавиться от этого дара? Ну, во-первых, почти все женщины считают меня засранцем. Вначале я тоже так подумала. Док, хоть вы меня пожалеете. Мистер маршал, можете меня осуждать, но вы не против, если я заговорю? Нет, нет, я не против. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы знаете, Фрейд умер, не найдя ответа на один вопрос. Чего хотят женщины? Это так здорово и удивительно. Вы единственный мужчина, способный найти ответ. Послушайте, Ник, с вами произошло нечто невероятное и чудесное. Мой вам совет. Извлечь из этого пользу. Ко мне женщины обращаются с жалобами, что их не понимают мужья. Если бы вы были с Марса, а мы с планеты Венера, вы бы понимали всех. Вы можете покорить весь мир. Не знаю, как это с вами произошло и почему, но, возможно, вы самый счастливый мужчина на земле. Представьте, какие у вас возможности. Зная, чего хотят женщины, вы можете ими управлять. Хамба-хамба, вот и он. И выглядит шикарно. А я уже четыре месяца не занималась сексом. Ну, хорошо, шесть. Почему я сказала, чтобы он меня больше не приглашал? Я идиотка, идиотка. А, Ник, как дела? Лола, любимая. Я устал слышать «нет». О чём ты? О чём же? Я нас... Ник, мне столько раз причиняли боль. Конечно, это трудно. Решиться на свидание. Боишься, что тебе причинят боль и страдания. По крайней мере, я этого боюсь. Ты боишься? Постоянно. И у меня всегда так же. Главное, не торопиться, и всё получится. Это верно. Значит, свидание? Да. Когда? Хорошо, хоть в глаза, а не плоско. Итак, Ник, с чем пришли? Вы мне? С чем пришёл? Что ж... Он так напряжён. Вообще-то... В основном, всё время думал о помаде. Я никогда и не пользовался сам. Но представил, какую бы я хотел видеть помаду... Будь я женщиной. Только не это. А, откровенность, это хорошо. Ну, если быть честным, то я сразу представил себе... Третьянка, стоящая под водопадом, и... Ой, с такими образами я долго не протянул. Но, правда, я поразмыслил ещё и пришёл к выводу, что привлекать шведок в бикини не стоит. Тем более, я их всех лично знаю. Ну, ещё бы. Вот идиот. Хватит дурачиться. Свинья. Омерзительно. Зря я не попросила больше денег. Простите, Дина. Я всю ночь думала, как продавать Эдвилл только женщинам. Я набросала... Его нужно продавать таким, как я. Если головная боль мешает вам ходить... Я принимаю его каждый раз, когда в постели нужно притвориться больной. Действует безотказно. Я... Мне пришла в голову идея. Можно тебя прервать, Дина? Конечно. Говори, зачем я с ним переспала. Хорошо. Спальня. Свет включён. Женщина в постели принимает Эдвилл. В это время муж призывно гладит её по спине. Текст такой. Эдвилл поможет всегда. Даже если у вас и не болит голова. Класс. А потом женщина говорит мужу. Не сегодня, дорогой. Я принимаю... Отпад. А что? Что? Разве это не отвечает внутренним потребностям? Женщины? Нет. Но ведь женщины так делают. Нет? Я никогда. Нет? Только не я. Сью Кранстон. М? Ты ведь так делаешь, притворяешься больной, да? Нет, Ник, я не такая. Ты ошибся. Нет, нет. Постой, постой. Будь честной. Ты замужем сколько? Десять, двенадцать лет? И ни разу не притворялась больной? Действует безотказно. Нет, Ник, никогда мне незачем это делать. Надо же. Вот засранец. Что ж, наверное, я ошибся. Ну, хорошо, то, что вы взглянули на Эдвил с точки зрения женщины. Хотя вряд ли американки воспримут вашу идею с радостью. А в остальном очень неплохо. Так, держать, Ник. Дальше. Хорошо. Отличная идея, приятель. Пуделиха подсказала. Вот это шок. Какой милый парень. Простите, родительский долг. Ну, что вы. Ей пятнадцать? Да. Да. А ее парню восемнадцать. Вам это не нравится. А, очень. Да. Он пригласил ее на выпускной вечер. Я был не против. Самое главное на выпускном платье. Вы это знаете? Разве? О, да. Купите платье, и полдела сделано. Прямо как на свидании. Зачем я в это ввязалась? Ему пора идти. Ну, все. Я пошел. Постараюсь залезть к женщинам в душу. Понадобится помощь? Я обращусь к вам. Точно. Хорошо. Отлично. Она здесь долго не протянет. О, мне нравится вот это. Но у меня бедра широкие. А вот это? А, мне такие совсем не идут. Алекс? Открыто. Ну, скажи что-нибудь. Здрасте. Я отец Алекс, Ник. Здрасте. Здрасте. Мистер Пустой Холодильник. Даже с днем рождения в этом году не поздравил. Ну, что он там стоит? О, я только заглянул сказать, что я пришел, и я... У меня сегодня вечером встреча. Но я вернусь домой не поздно. А чего вы не закажете пиццу? Ну, холодильник-то совсем пуст. И, Алекс, пожалуйста, выбери время. Мы сходим в магазин купить платье тебе на выпускной. А, как это мило. Вот бы мой папа так сделал. Я его обожаю. Сначала ты вышвырвешь Кэмерона, а теперь хочешь купить мне платье на выпускной? Ну, я был неправ. И очень хочу исправиться. Сходи в магазин. Ведь платье – это самое главное. Говорят, платье – это полдела. Наверное, он под кайфом. Отлично. Я выберу самое дорогое платье, туфли и косметику. А он оплатит. И давай сразу купим тебе косметику, туфли. Что скажешь? Тебе виднее. Это значит, да? Да? Да. Отлично. Ну, рад был познакомиться. Еще увидимся. Конечно. Пока, мистер Маршал. Пока. У вас отличная квартира. Спасибо. Пойдем. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...